Новая жизнь. Беседа 32. Мы хотим исследовать, как можно выстроить заново систему взаимоотношений и сосредотачиваемся в этой серии бесед нашей первичной на семейных взаимоотношениях. В прошлой беседе Раф Лайтман мы касались... Я подытожил первый урок, который вы нам дали, как урок «Над все прегрешения покрывает любовь». Так я его озаклавил, этот урок. И ситуация, в которую мы хотим войти, чтобы действительно создать контент, который будет интересен людям, и люди могли это использовать, есть некая такая ситуация, где Орен и Ницца представляют вам семейную пару. Мы как бы представляем класс из пяти семейных пар. Десять человек. Пять мужчин, пять женщин. Ницца здесь от имени всех женщин. От имени пяти женщин. Я от имени пяти мужчин. И мы, как уже определили в предыдущей беседе, прийти с готовностью к изменениям. Мы поняли, что в соответствии с вашим объяснением, что невозможно дать маленькую подсказку, и семейные отношения на этом сразу улучшатся, и все. Нет. Мы хотим прийти к пониманию, как избежать разводов, как улучшить семейные взаимоотношения. И в этом курсе, который мы изучаем, мы изучаем совершенно новый подход к жизни и к семейным взаимоотношениям, ко всему, что окружает нас в жизни. Как я уже сказал, это ситуация, к которой мы хотим прийти. Наш первый урок. Все прегрешения покрывают любовь. И у нас масса вопросов на эту тему. Ницца, ты можешь начать с первого вопроса. То есть, итог я подвел бы таким образом. Развитие человека, развитие семейных отношений, развитие мира привело к нас к обязательности того, что изменяться надо. Не то, что мы этого ждем от природы, или от партнера, или от общества, или от правительства, от разного рода властей. Нет. Проблема в самом человеке. Измениться должен он сам. И этим он просто изменяет свой мир. В этом нет разницы, делаю я это внутри семьи в той же мере, в которой я делаю это в семье, потому что я изменяю сам себя. В этой же мере я изменяю мое отношение во всех прочих системах. Поэтому нет большой разницы, к кому я выражаю отношения. Исправленные отношения внутри семейной ячейки, вокруг меня или во всем мире. Пришли к такой ячейке, которая выражает, как капли воды, интегральные отношения. Я, как женщина, хочу получить практические навыки. В прошлый раз вы сказали, меня очень сильно увлекла вот эта тема зеркала. Я попробовала сделать такую игру для себя. На протяжении недели я смотрела на эту ситуацию, как на то, что я накладываю отражение своего эгоизма на другого человека. В определенных ситуациях я заметила, что мой партнер, я злилась на него, потому что мне казалось, что он не уважает меня. Я подумала, что же говорит эта ситуация. Я не уважаю себя, я не уважаю его. Это зеркало стало меня как-то немножечко путать. Как я пользуюсь этим зеркалом, чтобы понять на самом деле, что происходит со мной и в жизни? А почему ты бы хотела, чтобы он ценил тебя больше? Это твой эгоизм требует такого наполнения. Но если мы поднимаемся над эгоизмом и не требуем этого, то что мы выигрываем? Прежде всего, мы выигрываем этим то, что действительно не страдаем от того, что он меня не ценит высоко. Во-вторых, я начинаю этим приобретать новые свойства. Над, скажем, этим требованием самоуважения, власти моей, мы начинаем раскрывать одно свойство в соответствии с другим. Если я преодолеваю какое-то эгоистическое свойство и начинаю подниматься над ним, то я получаю свойства, противоположные этому. И тогда я этим приобретаю некий новый навык, новое кли, новое отношение к миру. Я требую от партнера, чтобы он относился ко мне с уважением, со вниманием и прочее. А тут я вдруг не требую этого. Я начинаю быть скромнее в требованиях, уменьшаю свои требования. Я начинаю видеть, что действительно отношение партнера ко мне, как бы там ни было, в объективном виде, если я смотрю, может быть, что его отношение достаточно хорошее, нормальное, а требования мои были из-за моего эгоизма, были вот такими. Давайте-ка, давай уступим, давай-ка сократим, уменьшим все мои эгоистические требования и требования внимания. Главное – это требования внимания к себе. Учет взаимных интересов, надежность, когда он мне что-то обещает и не очень выполняет, как мне кажется. И снова и снова совершает те же самые проступки, как мне кажется. Скажем, беспорядок в доме, не учет интересов. Нет с его стороны признаков любви, признаков хорошего отношения. Если бы я могла уменьшить это, если бы я тяжело над этим, серьезно работаю, потому что для меня все-таки это очень важно. Природа женщины такова, что сколько раз он мне позвонил, сколько раз он оказывает мне знаки внимания, все это с течением времени видим, что эти вещи ухудшаются в наших взаимоотношениях. А тут я перестаю придавать этому такое большое значение. Ухудшаю ли я этим связь между нами? Прежде всего возникает вопрос. В отношениях между нами это очень важно. Тем, что я сейчас не требую этого, а поднимаю себя над этими требованиями. Тем, что я сейчас отношусь к нему в любви, без требований. Скажем так, как мать к ребенку своему. Прежде всего, любовь. И даже, если с его стороны есть, вопреки тому, насколько я поднимаюсь над собой, даже если и есть прегрешения с его стороны, сколько бы я ни поднималась, то эти прегрешения покрывают любовь. Этим, что я вызываю в нем? В нем ему я показываю пример. А мы говорим о паре, которая попала под нашу заботу. И я, как жена, показываю ему пример, готовность принять его отношение ко мне. Тут есть уже некий призыв, приглашение к построению новых отношений. То есть, я как бы открыто тем самым к тому, чтобы принять от него новую систему отношений. Не в эгоистических рамках. Я проверяю, а как он ко мне относится. А в том, насколько мы оба развиваем отношения над эгоизмом взаимным образом. Насколько каждый из нас может в этом поддержать другого и воспользоваться его поддержкой. Я помогаю ему, я как жена помогаю ему подняться над его эгоизмом. Помогаю своим примером. Этим я стараюсь и говорю об этом. Вместе с ним обсуждаю. С моим супругом. Насколько жизнь будет лучше, если мы сумеем подняться над естественными устремлениями, ничтожными нашими эгоистическими устремлениями. Этот взаимный пример, когда мы поддерживаем друг друга, действуем во взаимоподдержке, это дает нам такой подъем, что каждый начинает из этого и на мир смотреть взглядом здоровым, хорошим, готовым к уступкам в таких вещах, когда я каждый раз смотрю на мир как на нечто совершенное по отношению ко мне. Этим я, может быть, приобретаю новое видение. И я действительно начинаю видеть мир как совершенную природу. Как совершенную природу. И действительно, это не только моя пара, мой партнер, но весь мир как мое зеркало передо мной. Весь мир. Тут есть некий элемент психологического тренинга. Я бы сказал, высшая психологическая методика поднять человека к восприятию реальности, к восприятию мира, к восприятию семейных взаимоотношений. Такой, какой у нас прежде не было. Конечно, этим мы должны... Это мы должны отработать прежде в семье. И я надеюсь, что мы проделаем это во множестве семей и через это придем к новому миру, к новой системе взаимоотношений в мире. Здесь отношения должны быть взаимными. Мы должны понять, что она и он тут находятся как в некой лаборатории, как на неком полигоне испытательном, где два эгоиста пытаются правильно использовать тот эгоизм, который в нас в обоих развивается, а в нашем поколении это разрушает все. А мы этим эгоизмом хотим воспользоваться, используя его как двигатель для подъема и над ним построить такие отношения, где можно продолжить совместную жизнь, а иначе мы приходим к разрушению, к крушению. Давайте скажем, что общую цель, я понимаю, направление, мне понятно. Сейчас я хочу понять, как я могу воплотить это в своей жизни, каждодневной. Это очень просто. Рассказала вам этот пример. Когда я вижу в своем партнере, партнере, который не дает мне уважения, что я могу из этого выучить о себе? Что мне требуется уважение? Я чувствую потребность в этом. И что я делаю с этим чувством, с этим ощущением? Я отставляю в сторону? Нет. Так что же я делаю? Ты над этим пытаешься подняться. Как? Какое действие я могу сделать, чтобы подняться? Внутреннее. Как? Работа по отношению к нему, как будто ты получаешь от него абсолютную любовь. То есть он вообще не знает, что я чувствую? Нет. Я не рассказываю ему? Да. Нет, ты, конечно, можешь с ним говорить. А что бы я сказала ему, например? Естественно, эгостически, я чувствую, что от тебя возвращается любовь. Твое отношение ко мне возвращается. Ты не так ухаживаешь за мной, как это было когда-то. Я давно не видел, чтобы ты принес мне цветы. Не вижу интереса с твоей стороны. Наша семейная жизнь не такая, какая была, когда мы были молодыми. Когда мы гуляли вместе. А сейчас каждый как бы в своем углу. И требования очень высокие и широкие во всей области отношений наших. Но я от тебя ничего не хочу. Я хочу от тебя. Только чтобы мы вместе начали не относиться требовательно друг к другу, а требования предъявляли к себе. То, что я рассматриваю как недостаток в другом, чтобы я видел это как недостаток в себе. Такое упражнение психологическое. Тогда я рассматриваю партнера как совершенного, а себя как несовершенного. И над всеми изъянами в себе я стараюсь относиться к партнеру, как будто он находится в самом исправленном и совершенном виде. И вот таким образом я, вопреки всему тому, что происходит, отношусь только с любовью к нему. Еще раз, как мать к ребенку, все прегрешения покрывают любовь. И точно того же самого я требую от него. Почему? Потому что его отношение ко мне укрепит мое отношение к нему. Я должна получить от партнера тоже хороший, правильный, верный пример, что он относится в этой работе над эгоизмом, в этих усилиях, которые мы делаем над эгоизмом. Относиться к этому серьезно, чтобы он показывал мне пример. Чем лучше пример он мне покажет, что он над всем этим находится, тем выше он будет цениться в моих глазах, тем важнее он будет в моих глазах, тем больше будет мое уважение к нему. И это придаст мне силы проделать то же самое по отношению к нему. То есть, я должна видеть его как высокого, показывающего мне прекрасный пример преодоления внутренних устремлений и страстей, особенно если я ослабла в чем-то, и мой эгоизм увлекает, связывает меня ноги и не дает мне подняться над этим всем. С другой стороны, я всегда забочусь о том, чтобы я ему показывал пример, чтобы у него была сила также выполнить относительно меня такие упражнения, когда все прегрешения покрывают любовь. И так мы являем пример друг другу, и каждый пытается быть как учитель относительно другу, и каждый старается быть как ученик учиться у другого. Один раз выше другого, другой раз ниже другого, и вот так мы поддерживаем друг друга. И это уже называется правильный вид взаимосвязи между нами, взаимной, равной, взаимозависимость тут раскрывается. И каждый раз мы должны тут прояснять между нами, а что мы выигрываем вместе. Мы выигрываем общее поле. Система взаимоотношений между нами, новая, во взаимных уступках, каждого по отношению к другу, как бы уступки относительно второго. В преодолении каждого над собой, мы приходим к такой системе отношений на новом уровне. Отношения взаимной любви, а внизу взаимные требования. Но мы этого не стираем, а выстраиваем все время в нашем эгоизме, все время внутренние устремления вне и во мне дают нам все время горючее для работы и материал для работы. Получается, что мы все время начинаем, чувствуем, ощущаем взаимную зависимость. Я должна получать от него все время поддержку, пример, как он преодолевает. А он тоже нуждается в этом от меня. То есть мы здесь вместе с ним, как партнеры, действуем. Действуем как партнеры против нашего общего эгоизма. То есть у нас общий враг, общий противник. Давайте вместе его назовем змей. И мы должны противостоять этому змею. Тогда мы начинаем сближаться против него, против этого эгоизма. А это то, что объединяет нас воедино. Сейчас то, что я чувствую, я чувствую, что мне требуется очень много упражнений. Как я могу упражняться в этом? Как же я могу это делать каждый день? Но прежде всего, что мы видим, здесь испытательный полигон, на котором полно материалу. И все время будут новые барьеры для преодоления. И каждый раз надо быть более искусными, более изощренными, более опытными, более сильными. А как мы это сделаем? У нас нет силы. Мы забываем. Мы в любой момент можем снова упасть с уровня любви на уровень ненависти. И все. Что нужно сделать? Мы должны не быть, как Адам и Ева, против змея. Этого нам недостаточно. У нас силы нет это проделать. А нам надо. Нужны такие же пары, как мы. Чтобы мы получили от этих пар поддержку, укрепление, пример. Чтобы мы вместе, я и он вместе смотрели на пару другую, как они друг другу помогают. Они объясняют нам и говорят нам, относятся вот так, делятся всей этой работой. И мы проводим тренинги между семейными парами, где каждая пара выступает как единое целое. И тогда мы проводим между пар. Допустим, достаточно пяти семейных пар, хотя можно гораздо больше, но для начала легче. Хотя пять пар – это как пять отдельных единиц. И тогда мы начинаем работать одна пара против другой, одна пара в соответствии с другой. Насколько мы можем укрепиться, каждая пара в соответствии с другой. И мы рассказываем, как это происходит у нас, а вы рассказываете, как это происходит у вас. Мы получаем от них оценку, высокую оценку их, как они преуспевают. Мы им показываем пример, как у нас это получается. Точно тот же пример отношений. Это называется «человек да поможет ближнему». Древний мудрый принцип. Человек да поможет ближнему. И так мы приходим к состоянию, что мы находимся во взаимной связи таких семейных пар. И вот так мы создаем общество, где каждая семейная пара как единое целое, как единый диполь магнитный, в котором всегда плюс и минус север и юг в магните, так и в семейной ячейке. И эти такие семейные ячейки начинают между собой объединяться и превращаются в какой-то орган из общего тела, который называется человечество. И вот таким образом мы начинаем, чтобы общество расширилось и эта поддержка усилилась. Почему? Потому что чем больше наш эгоизм, тем выше, а эгоизм растет все время, тем большая поддержка нам нужна. Это называется «во множестве народа величие царя». То есть преодоление в количественное. То есть чем мы больше преодолеваем в количестве, чем больше общество, которое находится в таких изменениях между собой, тем сильнее каждый из нас в своей семье становится лучше по качеству. Мы начинаем лучше преодолевать нашу ненависть и обращать ее в любовь на большем уровне. То есть в соответствии с размером общества, этот размер общества позволяет нам определить высоту постижения свойства любви, свойства интегральной взаимосвязи нашей. И кроме того, сейчас та связь, которую мы выстраиваем между парами, между семьями, эта взаимосвязь сейчас придает нам ощущение нового общества. Это не просто одна пара, которая пытается справиться в своей внутренней жизни, в своем доме, в своей спальне. Нет, мы здесь вышли на новый уровень жизни вне семейных рамок. И мы действительно видим, что мы находимся в некоем количестве таких пар, которые мы превращаем в новое общество. А это общество, оно в сущности существует по законам новой семьи. Их взаимоотношения такие же, как в новой семье, взаимоучет интересов. Я не смотрю на другую пару, где я там на них смотрю, кто они, что они, что там у них происходит. И все время ищу отрицательные вещи. Нет, я в них нахожу отрицательные вещи из-за моего эгоизма. Только мой эгоизм действует на ином уровне, на уровне общественном. С ней я был в соотношении эгоизмов на личном уровне, а с ними я нахожусь в соотношении эгоизмов на общественном уровне. То есть изменения происходят системные. Я с моим супругой или супругом, мы находимся в единой семейной ячейке. Одна клетка, как в одном теле, одна клетка. Но мы относительно другой пары, уже как две клетки, две пары, две клетки, которые находятся во взаимоотношениях между ними, уже в общественных отношениях. То есть мы вышли на уровень отношений, новый совершенно. И вот так, пока мы не выстроим наши взаимоотношения между всеми этими парами, как единая пара, скажем, все пары. Что это значит? Мы объединяемся как один орган в общем теле, который полностью понимает друг друга, есть взаимные уступки, мы все во взаимодействии, мы все укрепляем друг друга, показываем друг другу пример, укрепляем друг друга. И вот эта взаимоподдержка пар, когда мы поддерживаем друг друга, она и называется поручительство, арывут. И вот здесь, в такой жизни, между нами, когда мы приобретаем ее, мы видим в этом просто будущее всего человечества. Мы вдруг начинаем заботиться и видеть, что нам нужна поддержка гораздо шире, гораздо больше, надо вовлечь в это все человечество. И тогда, что мы приобретаем? Если прежде, я видел мир через, скажем, фильтр, через очки, через систему, через матрицу эгоистическую, то есть я тогда видел в мире только то, что выгодно, хорошо мне, или только то, что может повредить мне. Мое эго так фильтровало. Я вообще не видел, а что происходит в мире. Пример. В течение всей истории мы развиваемся под воздействием того, что развивается наш эгоизм. И человек, в соответствии с развитием эгоизма, раскрывает новые явления, новые вещи в природе. А прежде он этого не видел. Прежде он не познавал это, потому что его эгоизм не был развит. В соответствии с тем, как развивается эгоизм, я вижу, мир гораздо шире. Ох, вот здесь новые явления, есть новые вот такие явления. Вдруг в химии, физике, биологии, зоологии открываются новые явления. День за днем, ежедневно, открываю новые явления. Я их прежде не видел. Они прежде в природе были или нет? Все эти тысячи лет? Конечно, были. А почему же я не замечал их? Почему я не видел этих явлений? Потому что мой эгоизм был маленьким и не давал мне увидеть эти явления. Но сейчас, поскольку эгоизм вырос, я эти явления вижу. То есть, все зависит от восприятия, эгоистического моего восприятия. Когда я сейчас пришел к состоянию, что мое восприятие исчерпало себя в наше время. Это в наше время. Поэтому мы находимся в общем кризисе и не можем далее развиваться. И тогда получается, если сейчас я приобретаю восприятие не такое, что мне хорошо для моего маленького тела, для моих маленьких желаний ограничено, а приобретаю то, что я называю новым восприятием, что хорошо миру, что хорошо моему любимому ребенку, находящемуся вне меня. Этим я начинаю различать, распознавать те явления, которых прежде не улавливал совершенно. Даже если бы я еще эгоистически развивался еще тысячу лет. Я в мире начинаю видеть явления, не зависящие от меня. Потому что я выхожу вовне, наружу. Я хочу на пользу им, ради них. И получается, что я сейчас приобрел новое восприятие реальности, новое видение мира. Изменился мир. Это всего-навсего новое психологическое восприятие, но оно очень сильно отличается от прежнего. Я начинаю видеть всю реальность безо всякого отношения к себе, строго объективным образом. Когда я эти новые явления раскрываю, мир, как бы без моих телесных проявлений, тут появляется проблема. Что это значит без моих телесных проявлений? Сейчас я приобретаю желания, мысли всех людей или части людей. И я как бы в дополнение к тому, что я чувствую в своих желаниях и мыслях, приобретаю тут некую реальность, мою, новую. Я такой внетелесный, вне пределов моего тела. Кстати говоря, об этом много говорят ученые, психологи, много обсуждают эти проблемы, философы. И вот такое восприятие позволяет мне начать чувствовать себя, не связывая себя с животным уровнем существования в себе самом. Я начинаю чувствовать себя образом очень, очень, как бы это точнее сказать, ясным, что моя жизнь может быть совершенно вне животного тела, потому что желания, мысли, которые являются моей индивидуальностью, я их раскрываю, что они находятся вне моего животного тела, а я из этого выхожу постепенно. Я все более и более делаю акцент на то, что ощущается вне меня, и считаю, что вот это мое. И таким образом я как бы забываю о самом себе, о том, что происходит в моем животном теле. Настолько, что не соотношу себя с телом, приобретаю жизнь свою на уровне адам, человек, на уровне говорящей, а не на уровне животном, внутри животного тела. И здесь мы можем только вообразить себе, какие еще горизонты открываются перед человеком. То есть кризис нас, кризис в семейных взаимоотношениях, возможность начать семейных взаимоотношений, весь этот процесс, это приводит нас вдруг не просто к тому быть прекрасной парой или немножко исправить искажения, чтобы не развестись, не разбежаться друг с другом. Наоборот, все эти изъяны даются нам, чтобы подтолкнуть нас вместе в новое пространство существования, к новому виду существования вообще. И это то, что я вижу как предстоящее нам. Мне это звучит как очень интересное, и мне кажется, что у меня так много работы в этом направлении, я чувствую, что я хотела бы получить у вас какие-то практические навыки, как я могу воплотить это в своей каждодневной рутине. Мне кажется так, что в этом нет никакой сложности. Мы изучали, мы в рамках нашей работы с парами семейными изучали тему, она называется «Свободный выбор». Мы там изучали сущности, по тем параметрам, которые мы раскрываем в природе, в общественной жизни, в нашей жизни, то человек – результат окружения. Если человек хочет измениться, он должен избрать такое окружение, которое его изменит. И человеку надо только принять решение. Принятие решения должен сделать человек. Реализация – это производит окружение на него, реализует. Допустим, передо мной несколько комнат. Ты хочешь быть преступником, ты хочешь быть коварным, ты хочешь быть совершенным, ты хочешь быть преуспевающим бизнесменом, ты хочешь преуспевать в семейной жизни и так далее. Мне надо избрать, в какую комнату я войду и под влияние какого окружения я себя подставлю. И тогда, если я вошел в комнату, избрал ее в течение времени, представь себе, ты проникаешь в комнату, и оттуда выходит новый человек. Или я как выпускник Оксфорда, такой строгий, или как я преступник с пистолетом под мышкой, или я сжигала, мачо такой, или я преуспевающий бизнесмен. Все это зависит от того кубика, в который человек решит войти. Поэтому никакой сложности здесь нет. Надо только обучить человека, каким образом он сам находится в таком окружении и это окружение нам надо организовать. Тогда, если в этом окружении человек находится, он наверняка преуспеет. То есть наша цель в общем делится, проблема наша делится, которая перед нами стоит, делится на две части. Первая, подвести человека к решению войти в правильный кубик, то есть в правильное общество вести себя. А во-вторых, устроить ему правильное окружение, чтобы человек имел это готовым. И тогда наверняка, если он проходит, и вот так вот люди, которые переходят в новое общество, соединяются между собой, и это окружение становится все шире, и крепче, и лучше по количеству и качеству, и с гораздо большей легкостью люди притянутся к этому окружению, и вот так меняются. И здесь не должно быть никакой проблемы у человека. Ему только надо пожелать войти в это, а дальше общество на него повлиять. Конечно, все это сопровождается, как он включается в себя, анализируется, ему оказывают помощь. Но, если смотреть, как ты говоришь, правильно, человеку надо настолько сильно себя... человек не должен изменять сам себя. Ему надо только установить связь с правильным окружением. Здесь, кстати, вот нас 10 человек в классе, 10 человек, 5 семейных пар. Этого достаточно? Да, этого достаточно. Вопрос. Этого достаточно, чтобы изменить каждого из них? Окей. Давайте сосредоточимся на нас, на пяти этих парах, как тот полигон, где мы можем эти принципы... Вы говорите, Иш, Лереу и Азору, человек да поможет ближнему. Да. Вот я бы хотел, чтобы вы нас направили. Вот перед вами 5 пар, которые мы представляем. дайте нам упражнение, чтобы мы до следующей встречи, каждая из этих пяти пар выполняла, чтобы с чего-то начать тренировать этот принцип. Все эти принципы, о которых мы сейчас говорили. Если это будет одно упражнение, то во всех пяти семейных парах это будет тренироваться, и к следующей встрече у нас появится опыт. И когда мы в следующий раз встретимся, мы начнем между собой обсуждать, реализовывать принцип «человек да поможет ближнему», и не то, что каждый переводил для себя, каждый как поймет, а чтобы мы действовали вместе. Прежде всего, мы должны позаботиться, чтобы влияние этих пяти семейных пар друг на друга было постоянно. Это не то, что мы сейчас встретились, и через неделю мы еще увидим. Нет, каждый день у нас встречи. Каждый день встречи. Всех пяти пар. Скажем, через 20 часов мы встречаемся, в течение этих 20 часов мы должны поддерживать связь. В каком виде? В виде таком, что каждый передает время от времени, раз в несколько часов, свои впечатления другому. как мы уже говорили, как в семейных парах, мы все время ценим другого все выше, каждый то выше другого, то ниже другого, или каждый равен другому. Все эти вещи мы изучаем в системе взаимоотношений между нами, новой. Об этом есть множество статей, которые нам надо прочитать, собрать их, надо извлечь принципы из этих статей и обучить эти семейные пары. И мы им придаем, нам, да, нам от встречи до встречи даем домашние задания. Окей. И тогда, вы хотите, чтобы мы впечатлениями обменивались, то есть кинули мейл, не только мейл, я хочу, чтобы ты осознавал, сколько раз в течение этих 20 часов. Да, да, надо записать. То есть это что? Это домашний урок, да. То есть несколько раз в течение дня, в самых разных видах, тебе надо было бы припомнить, что все прегрешения покрывают любовь, что тебе надо приподняться над своим эгоизмом и в другом видеть положительное вместо отрицательное, а в себе вместо отрицательного эгоизма положительный. То есть вместо того, чтобы критиковать другого, ты критиковал свои собственные свойства, показывающие тебе зло в другом. И сколько раз вы поддержали друг друга внутри дома, в паре семейной, сколько раз вы установили связь между парой, ну скажем, один раз в течение 3-4 часов, установили связь между вами или какую-то совместную беседу маленькую, допустим, 5-10 минут между вами. Как вы продвигаетесь в этом вопросе? Виртуально это совершенно несложно сегодня. Открываем виртуальную связь между нами и вполне легко это реализуется. И вот так мы продвигаемся. И в любом случае, мы на завтра, мы приходим на встречу, скажем, фронтальную встречу этих 5 пар в физическом месте каком-то, и там продолжаем, продолжаем, то есть получаем объяснение этой методики, следующий этап, новый, еще какой-то принцип из наших статей, из наших основ. Мы проводим на эту тему семинар, проводим тренинг совместный, и из этого тренинга, из этого семинара, из того, что мы изучили, извлекаем домашние задания на ближайшие сутки, до завтрашнего дня, еще раз, перед или после урока, или вместо него, или мы каким-то образом делаем отчет, как прошел вчерашний день, предыдущий день, как прошел, изучиться, научиться из этого, может, в чем-то у нас была неудача, как достичь успеха, может быть, не продвинуться сегодня, а проделать урок и семинар о пройденном, разные вопросы разобрать, которые появились во множестве со вчерашнего дня. И это ваша программа курса, о которой вы говорите? Да, пока. Конечно, это изменится, это зависит, это в пути, да, и это зависит от нашей подготовки, насколько мы подготовим материал, материал для образования и материал для воспитания, то есть образование первой половины встречи, это объяснение из наших бесед, как раз текущих, вот нынешних бесед, а воспитательная часть это тренинги, семинары. У меня еще вопросы, если можно, да, пожалуйста. Ницца, вы хотите спросить прежде? Нет, спросите. Итак, все эти беседы, последние, которые мы прошли с тех пор, как мы начали смотреть на другого, как на свое зеркало, вы подчеркиваете в предыдущей беседе, например, что мне надо относиться так, что добрая сила находится вне меня, а сила зла находится внутри меня. Да, мы говорили о том, что сердце человека зло с самого начала, здесь с этим как-то неудобно, дискомфортно, и я не очень понял. Я тебе скажу, это проблема восприятия человеком себя и восприятия человека в мир. Нам кажется, что мир исправлен, а я совершенен, так, естественно, мы воспринимаем. Это чисто естественно, мы вот так воспринимаем, то, что мы заботимся о себе, мы думаем, как бы нам было получше, мы смотрим на все вокруг, как я всем этим могу воспользоваться, чтобы улучшить мое состояние. Это все, в этом все время моя забота, как улучшить мое состояние. Если я буду делать так и эдак, сидеть так или эдак, двигаться так или эдак, это тот двигатель, который во мне все время действует, это моя внутренняя программа, которая все время нацелена на это. Она и называется «Мой эгоизм». Еще раз, пожалуйста. Еще раз. Вот эта программа, которая работает во мне именно так, что она направляет меня в желаниях и мыслях и во всем том, чем я являюсь, на то, чтобы использовать все окружающее для собственной выгоды. Как бы для собственной выгоды, но так я это чувствую. Эта программа и называется «Мой эгоизм». То есть эгоизм – это не просто нечто такое, это как в компьютере, это программа, операционная система. Я не знаю себя, я смотрю все свои свойства, страсти, качества и свойства мои в мыслях и в желаниях. Все мое я рассматриваю, что это, скажем, как это компьютерная, электронная часть компьютера, а в нее помещают программу, операционную систему, которая называется «Заботиться, все наполнить». Я запутался, где тут электронная часть, а где тут программная часть. Материальная, электронная часть – это мое эго, мое, да, мое эгоизм. А потом приходит программа, операционная система на всей этой электронной части компьютер. Ты должен пользоваться всеми своими свойствами ради собственной выгоды, но не на это, но ты этим должен пользоваться для пользы ближнего, и тогда ты будешь пользоваться этим на более высоком уровне. То есть электронная часть системы не является ни хорошей, ни плохой. Это наш материал, о котором мы должны это обсуждать. Это очень широкая тема, что такое наш эгоизм, что такое зло и начал. То есть есть начало и есть зло. ЕЦР – это начало, наша основа, это вот та электронная часть программы, а зло – это программа, операционная система, работающая на этой электронике. я ее должен обратить из злого в доброе. То есть начало остается началом, но я злое начало должен обратить в доброе. То есть изменить использование своих страстей, вместо того, чтобы действовать все время на пользу себе, вместо того, чтобы видеть, что в конце концов я этим наношу вред себе, потому что злое начало вредит самому себе. Оно плохо для самого себя, это злое начало. Но то, что я начинаю с помощью окружения преобразовывать его в хорошее отношение к другим, действительно, этим я наношусь, я достигаю пользы для себя. Что тут происходит? Что это такое? Я что, отношусь к ближнему хорошо? И тогда мне будет хорошо? Если я отношусь к окружающим, плохо будет плохо мне? Что я тут начинаю чувствовать? Где тут я начинаю, к чему я приближаюсь? К тому, что ближний и я это единое целое. Это единое целое. Это как мать чувствует относительно своего ребенка. Очень просто. Это сближает нас настолько, что мы начинаем чувствовать друг друга относящимся к единому организму. Единый организм, то есть такая система взаимоотношений, что мы уже не отделимы друг от друга. То, что происходит с ним и со мной, это мы не различаем. То есть не только пара становится единым целым, а все человечество обращается в единую семью. Это, конечно, предстоящее будущее, но мы здесь видим такой подход. Это кажется очень глубоким. Я уверен, это здорово. Но это чистая психология. Я уверен, что я не уловил все, что вы сказали, но все-таки спрашиваю, маленькую такую тонкость, и это будет, допустим, один из уроков только вы сказали, что мы все время заботимся о том, как улучшить мое состояние. Верно? И вы определили. Появился вопрос из ваших слов. Что, это не так нехорошо заботиться о самом себе? Это только кажется, что ты улучшаешь свое состояние. Нет, а что, это нехорошо заботиться? Плохо, что я заботился. Каждый заботится о себе. Это не является самым естественным? Да, самым естественным нашим... Конечно, да. Вот этого я не понял. Тебе надо понять то, что ты все время заботишься о самом себе, как ты сейчас думаешь, что ты о самом себе заботишься. Этим ты вызываешь, наносишь себе вред. Ты этим ограничиваешь себя. В этом ты не можешь преуспеть. Здесь есть некая точка, некий момент, где человек должен прочувствовать его. Здесь есть люди, которые хорошо это чувствуют. им сильнее хочется выйти из их ограниченности. У них есть тяга выйти и покинуть пределы своего животного тела, увидеть весь мир. Почему он такой? Для чего он существует? Что есть кроме этой животной жизни? Есть такие люди, но мы находимся в таком состоянии, что весь мир страдает. А мы эти семейные пары, которые страдают, мы должны им объяснить, что у человека нет никакой возможности спастись от ударов, иначе как установить связь между нами в хороших отношениях, в окружении нашем. иначе мы приходим к состоянию, что наши взаимоотношения в семьях рушатся, наши отношения в народе рушатся во всем мире, никто не наслаждается и все страдают. А главное, мы даже не можем в таких испорченных взаимоотношениях обеспечить себе минимальное обеспечение для существования души, то, что называется охальнейфеш, буквально минимально необходимое. То есть все рушится и все раскрывается как нечто рушащееся. Это как в семье. Рушатся отношения в семье, так это не срабатывает. Это понятно. Да-да, но это именно так. Это совершенно понятно. Отношения рушатся, все хорошо. Это знает каждый. Но только я пока все еще не очень понял. То, что я, да, но эта точка обязывает себя уже относиться к изменению, испорченные отношения? Конечно. А иначе зачем бы мы здесь сидели? Все мы здесь это понимаем. Так, это понятно. То, что я не понимаю, вы сказали так. Естественная тяга каждого человека заботится о собственной выгоде. Мне кажется, что это в корне нашей природы. Каждый человек, не зная все, что существует, заботится о том, чтобы его существование было лучше, приятнее, удобнее. Мне это кажется самым элементарным. Я не понял, почему это, это что? Это все лежит в основе разрушения наших взаимоотношений, крушения из-за этого. Я сейчас моим семейным партнером с женой или с мужем нахожусь в испорченных отношениях. Так, это понятно. В доме нет, не готовится пища, не проводится стирк. Секундочку, секундочку. Все это накапливающееся зло. Это как-то существует, но в таком виде, да, неудобно, неприятно. Да, это как и во всем мире. Нет хороших, правильных взаимоотношений между всеми. Все портится. Мы выкидываем половину продуктов питания, но при этом половина человечества умирает с голоду. Мы тратим на здоровье миллиарды долларов, бесчисленное множество долларов, но половина человечества болеет. Да, из-за испорченных взаимоотношений, из-за нервов, да. Понятно, что эту методику нельзя продолжить, это понятно. Итак, семейная пара пришла для того, чтобы вылечиться. Да, сидят пары в классе. Мы им объясняем. Да, вот об этом я спрашиваю, об объяснении. Я понял революционную вещь, которую я не очень понимал и сейчас не очень понимаю. Я, она, вы, каждый человек заботится чисто естественно. о собственной выгоде. И как бы у меня такое ощущение возникло, что это нехорошо. Это нехорошо. Из заботы о самом себе мы должны прийти к заботе о ближнем, о партнере семье. То есть он является партнером. Да. То есть все прегрешения покрывают любовь. Ты об этом заботишься чисто эгоистически. Никто не говорит тебе отключаться, отрываться от своего эгоизма. Все говорят только над ним выстрои новые взаимоотношения. К тому, что вне тебя, к семейному партнеру, к мужу или к жене, к другим людям, к родным и близким, к окружающим, ко всему миру. Начни воспринимать мир как круглый, интегрально взаимосвязан. Не понимаю. Начни воспринимать то, что находится вне твоего эгоизма, как твое, как мать, которая относится к ребенку своему. И тебе будет хорошо. Только мы говорим, используй свой эгоизм образом более правильным, мудрым. Не говорим стирать его ни в коем случае. Никто об этом не говорит. Окей, это понятно. Потому что я почувствовал, что это вроде бы нехорошо. Нет, нет. Когда я пришел на сеанс лечения, мы с женой пришли, чтобы преуспеть в жизни. И мы в этом продолжаем. Но только мы говорим, если вы хотите преуспеть в жизни, посмотрите, что творится в мире. Есть только одна методика. Подняться над эгоизмом и использовать его так, что вы над ним поднимаетесь, чтобы эгоизм использовали противоположным образом. Ты видишь в другом свое зеркало и вот так используешь противоположным образом. И тогда вместо злого начала ты используешь доброе начало. Не все я уловил, но записал. Вывод такой. Вы поправьте меня. Начни относиться к другому, в данном случае к моему семейному партнеру, мужу или жене, или, скажем, к мир. Начни к другому относиться, как будто это твое. Это тебе непонятно, что в семье должно быть именно так? Может, должно быть? Да, но если бы это было, это было бы хорошо? Да, конечно. Если так. Если бы так было в мире, это было бы хорошо? Конечно. Так давайте это сделаем. Как? С помощью окрушения. Здесь очень много вещей, которые надо прояснить, развить, раскрыть, но это как бы выглядит очень революционным. Я уверен, что не все то, что вы сейчас сказали, я понял. В этом я уверен. Если мы начнем обсуждать и раскрывать каждую тему, мы увидим, насколько в этом есть материал для обсуждения, есть примеры, доводы, все это вполне можно сделать. Главное, главное, если мы устроим этот инкубатор, правильное окружение, эту теплицу, в которой человек, каждая семейная пара или отдельный человек, сейчас мы пока говорим в общем, может в этом находиться, тогда ему не нужно особых усилий. окружение будет влиять на него и придаст ему важность, направит его, и для него это станет естественным. Как ребенок маленький растет в окружении и в соответствии с этим выходит, вот так и эти пары. Конечно, у них это непросто, все-таки надо переформатировать их заново, но изменения эти будут относительно легкие, они будут проделываться с удовольствием, как санаторий, это то, что ты устраиваешь. Мы уже приближаемся к окончанию Ниццы. Да, мне очень понравился этот пример как раз о компьютере, я поняла, что мне нужно принести его в инкубатор, и пускай там это исправит, потому что я это не знаю, как сделать. Ты должна начать с каким-то другим человеком в ощущениях, в понимании, в твоем желании, в твоей поддержке. Ты не можешь прийти и сказать работайте надо мной. Нет. Но твое согласие находится внутри, в рамках твоих возможностей. Вполне. Это не над человеком. А вот это форматирование по-новому, под эту программу новую, в которой я должна использовать все данные для своей пользы, вывернуть ее на программу, где я использую все вот эти данные, чтобы на благо других. Скажем так, мы уточним еще эти формулировки. Мы завершили? Большое спасибо, доктор Михаил Лайтман. Спасибо ведущим, Ницем Мазус и Орен Леви. Спасибо, дорогие зрители. Пишите ваши отзывы. До следующей встречи. Всего вам доброго. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok